Встреча с друзьями За окном у нас очень-очень раннее утро Решили выбраться пораньше Время у нас полшестого Дороги свободные Сейчас к друзьям собираемся Прыгаем на их машину Едем мы сегодня на Шеви Нива Почему на их машине? Потому что у них хорошая проходимость Из-за того, что мы едем в такие, знаете Места, где необходимо Вот именно внедорожные качества Там будет грязь, лякоть Но все вы, в принципе, все и сами увидите Место вообще зачетное Посмотрел я карты, фотографии Меня пригласил в гости один из подписчиков Серега, привет! Вот, и в данном случае этот Сергей Проводник будет нам показывать небольшую экскурсию И расскажет, где, что можно покопать Надеюсь, выход будет очень удачный Находки нас будут радовать Так что смотрим, не переключаемся Интересно очень будет Каблуху, вот, всю каблуху построили из церкви Единственное здание вот осталось старое И здесь, ребята, весь населенный пункт Вот с такими зданиями Вы прикидываете, что? Все, дальше можно и есть И это просто клондайк, а не место Твою дивизию, я здесь жить остаюсь И переезжаю сюда жить вообще Это вот уже из церкви построено Вот это Уже церковь, когда разбирали, да, и строили Вот, говорят Вот такое еще А сколько еще вот эти кастычи перевозили кирпичей Офигеть Через Волгу переправили Я в эфире не скажу, что это за населенный пункт Ни в коем случае Двери-то радухают Это какие-то, это инициалы А давай я останавливаюсь Снимаю там Назад что-то? Да здесь остановись А что так, ребят, я не удержался Просто не удержался От такого зрелища Блин Какие-то надписи, инициалы здесь Старая до сих пор Вот такая вот дверь Офигеть Пахнет здесь Пахнет здесь Паленым Горелым Я офигею Меня просто шокирован Красотища Блин, я так понимаю Здесь вообще можно Визуально Визуально Под ноги смотреть И сто процентов Можно найти Какой-нибудь артефакт Класс Вот это красота Вот это красота Итак, ребята Здесь Куда мы приехали Просто какой-то клондайк Здесь такие здания Начало 17-18 век Прямо на зданиях Надписи имеются Вот где там были Ох, мать Эх, ребята Не видно здесь ничего Ну, блин Блин, блинский Ну, блин Не стоит здесь Копать пока Сейчас, блин Приехал я в гости К одному Подписчику И вот здесь Вот такие вот чудеса Блин, блинский Населенный пункт Просто Клад Для любого Водоискателя Правда, замусорено Но Здесь можно и не копать А просто Осуществлять экскурсию По таким вот домам Заброшено Офигеть Офигеть, ребята Я просто потрясен Не зря мы выехали А сколько еще Нажидает интересных Всяких сюжетов О, мимо я проезжал Кучи всего Интересного я видел Я вам, конечно Постараюсь все показать Объяснить Но Впечатления первые У меня просто шокированы Такое просто Супер Классные места, ребята Видно, я здесь Задержусь надолго Ну и вы тоже На моем канале Оставайтесь Сегодня Завтра Послезавтра Все будет шикарно Все в лучшем форме Я уже стал беспокоиться Что Не хватит Карты памяти На камере Такого у меня Не случалось Но здесь Я думаю Такое и произойдет Ладно Пойдем Мне Мой подписчик Который пригласил В гости Очень много Хочет показать Так что Смотрим Показать Единственное здание Здесь было Вот это вот Родное А остальное Все построено Когда цель Пломат Глуб Там все эти Гаражи Какой поворот Вот дальше Дальше Ты я по асфальту Так и ехал То есть Ты нам показал Просто Чтобы мы сейчас Соленой сходили С ума сошли Не копайте Ногами Когтями Лопатыш Есть Сапоги Прорвете Здесь тоже Подвал В этом доме Тоже здоровый Вот там Я тоже был Вот сейчас Направо Сворачиваем А где церковь Здесь Нет Церковь Там дальше Направо Сворачиваем Это вот Вот это Все Ты нашу тайну Раскрыл Где мы находимся Я в эфире Пикну Я научился Делать Как пики В прошлом Видео Я Видео Выкладывал Застучали Как я общался С милицией И вот Впервые Я там Применил Пики Я там Очень много Матерился И пришлось Пики Вставлять Так Ребят Сейчас я Закончу Свой Видео На такое Небольшое Вступление Так что Сейчас двигаемся Дальше Еще одна Будет Замечательная Замечательная Как говорится Местечко И я вам Покажу И расскажу Что за здание Что здесь было Вот у нас Здесь больница Старая Сюда Смотрите Пару Ну вот Куда-нибудь Сворачиваем Когда она Образовалась И пока Давай Не снимай А я тебе хотел Это Будешь Звездой Я твоей работы Покажу Не Санёк Не хочу Работы Можешь Показать Я так Нет Кого-нибудь Так Узилает Вот Этот Красное Здание Это Что у нас Осталось От Усадьбы Да Серёг Вот Этот Я имею Это От Старой Усадьбы Да Это У нас Больница Здесь Была Уже Лет Десять Пятнадцать Как закрыть Ребят Места Места Просто Шикарные Безлюдные Дома Еще Царского Времени Стоят Надшибе Я надеюсь Здесь Товарищи Камрады Еще Не побывали Это Моя Надежда Так Ладно Но Уже Сказали Что Местные Бестолковые Камрады Здесь Все-таки Побывали Но Мы Так Бестолковые Пошли Слюнями Не брызгай Серега Говорит Что Я Слюнями Сейчас Буду Так Что Камеру Случаю Буду В сторону Отводить Чтобы Не залить Объектив Так Фундамент У нас Старый Красный Кирпич Такой Вот Вот Пошли Местничка Трудни Знаешь Такой Было Нет И туда Пошла 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 Серега Говорит Здесь Был Лаз Не лаз Тут Ход Был Ход И вот Этот Ход Он Выходит Прям На Прямо Как раз Если Вот Так Делать Блин Сюда Зимой Приезжать Блин Полы Скрывать Зимой Вы Ребята Извините Что я Некоторое Время Не озвучиваю Видео Ну Просто У меня Если Вы Видели Рот Наполовину Открыт Я Потрясен Объем Работы Просто Ошелометь Какой Я Просто В шоке Так Идем На следующий Объект Включусь Именно Там Ага Углы Как вы Видите Разобраны И Там Тоже Это Видно Смотрели Именно Закладные Монеты Раз Углы Здесь Разбиты Вот Именно Идем Мы Не В Это Здание А Серега Нас Ведет Именно Куда То Интересное Место Вот Смотрите Видите От Каждого Здания Идет Какой То Лаз Подкоп И Все Так Обрушивается Видно Красный Кирпич Белый Кирпич Интересно Серега ведет Именно куда-то Непонятно В сторону У меня любопытны Вот такие вот Здания А он ведет Куда-то В сторону Неужели там Что-то такое Что меня Интересует Потому что Он Мои интересы Знает И ведет Именно Куда-то Непонятно Куда же Он нас ведет Сейчас Мы Разберемся Так Говорит Что Здесь Часовня Была Часовня И Она Провалилась В подземлю А Вот И Остатки Часовни Да Вон Смотрите Остатки Кладки Кирпича Чего Да не зря Мы сюда Пойду Я В здание Зайду Посмотрю Там Что Серега Какой год Образование Здесь был Не знаешь Хотя бы Век Скажи Ну Судя По кладке Кирпича И узора На проемах Дверных И оконных В принципе Кладка Наверное 18-19 Век Смотрите Что О Старая печка Железная Похода И Это сделано Наверное Уже Когда Перестраивали Здание А Перестраивали Во время Революции Смотрите Печка Печка Да Сюда Можно Делать Целые Экспедиции И Ни Одному И Ни Вдвоем Здесь Питка Держит Серега А что Здесь Перестраивали Что Потом Было Здесь Больница Ага Была Больница Шикарное Место Итак Ребята Решили Мы Все Так Здесь Остаться Здесь У нас Дэн Санек И Хочу Пробить Вот Это Место Здесь Рядом Была Часовня И По Часовне Хочу Пройтись Распаковал Я Свой Макро Рейсер Будем Ходить В Наушниках Небольшой Ветер Стоит По требованию Зрителей Приклеил Я Паралон На камеру Чтобы Не было Звука Ветра Так что Спасибо Кто Мне советует Спасибо Огромное Будем Стараться Улучшать Свои Качество Видео Ну Все За Первой Находкой Отправляемся Вон Где Она Что Там Сигналит Уже Здесь Советское Время Переоборудовали В роддом А за ним Была Часовня Вот сейчас К этой Часовне Я и хочу Пройти Ну Все Включусь На первой Находке Итак Ребята Здесь Очень много Пробок Советского Мусора Так Никак Здесь Была Больница И Очень Много Всяких Микстур И Все Алюминиевое Мы Решили Пока Есть Возможность Поменять Другое Место Дислокации Более Чистая Вот И хотим Там Сюда Мы Конечно Вернемся Материала Здесь Очень Много Интересного Потому Что Здесь Мы Прошли Всего На Всего Процентов 5 Потому Что Здесь Очень Большая Была Усадьба Целый Был Комплекс Сделали Больничный Так Что Вернемся Сюда Обязательно Вернемся Клещей Очень Много Нахватали Уже Так Что Едем И Вон Там Старая Мельница Мы Туда Еще Вернемся Едем В деревню Которая Утраченная Так Что Думаю Деревня Будет Более Продуктивная Осторожно Рыбку Не задави Рыбку Не задави Как В этом Венец Вот Здесь Направо Заворачиваем Прямо Сейчас Мимо Асфаль Итак Ребят Приехали Мы На заброшенную Деревню Которая Исчезла Говорят Что она Сгорела Или что-то В этом Роде Но В советское Время Утрачено Ходим Наверное Где-то Полчаса Мусора Предостаточно В принципе В основном Оплавыши Горелые Разного Металла Латунь Алюминий Выпал Сигнал И вижу Что это Круглое И это У нас Монета К сожалению Монета Утрачена Дефектована 1935 Что ли Видите Кто-то По ней Молотил Изрядно Помолотил А может И пострадал От пожара Имеет Характерные Вмятины Какие-то Ну ладно Пойдет Итак ребята Решили мы тут Небольшую Разведку Сделать Ищем Одно Местечко Но решили Здесь еще Проверить На дороге Выпал У меня вот такой сигнал Интересный Любопытный Не знаю Что это такое Может брелок Какой-то Или что Вот такая Диковинка Кто знает Ребят Подскажите Я не в курсе Таких дел Вот такая Отвещица Поднял Я еще Здесь Четыре Советских Монеты Копеечки Но Не стал Вам показывать Потому что Это ерунда Ладно Продолжаем Итак Ребят Смотрите Какая тут И тут Несколько Штучек Смотрите Какая прелесть Упался Упался Ужик А я уж подумал Гадюк Прям Здорово Была похожа Первая на гадюку Ищем мы Место Которое Возможно Здесь было Какая-то Усадьба Или что-то В этом роде Но пока Найти не можем Местный Серега Проводник Говорил Где-то Здесь Должно быть Но Никак Найти не можем Итак Ребята Запустили Меня в огород И наконец-то Что я сегодня Хотел Это поднять Большую монету И смотрите Какая красавица Выпала Беру с вами Пока Ничего сказать Не могу У меня руки Трясутся Ооо Извиняюсь Сохран Смотрите Какой Это у нас Пять копеек 1859 Охереть Извините меня За слова Я их конечно Вырежу Но смотрите Какая шайба Зачет Пять копеек 1859 Года Вот такая Вот классная Все Продолжаем Итак Ребята Находка Находка У нас Вот такая Вот Советская 20 копеек 1939 Года Рамочник Ладно Ладно Продолжаем Входим Вот такого Вот здания Здесь должны Быть цари А так Ходим По огороду Итак Ребята Выкопал Я вот такой Сигнальчик Я не видел Еще саму Монету Но отпечаток Вот видите Лежит Это значит Что где-то Монета Сейчас мы Будем с вами Ее искать При помощи Пина Вот он Кусочек А сигнал Кому Кому Так А все Монету Нашел Вот Монета Золото Парси Очередные 2 копейки 1950 Года Такая вот Монета Ничего Особенного Конечно Но все же Вторая Монета Подряд На этом Огороде Смотрим Итак Ребята У нас Смотрите Что Какой Цинус Выпал Вот Это Да А я Дурик Выключил Свой Прибор И не Хожу Здесь Потому что Много Мужа И тупо На нем Сидел Посмотрите Че Я Офигею Вот Это Да Металлолом Вот Это Да Дэн У нас Вырвался Вперед Да Это Центральная Часть Складня Значит Значит Здесь Здесь Возможно Может быть Их Еще Две Части Вот Это Цинус Все Коп Удался Итак Ребята Напоследок Мы решили Зайти Вот На Такое Вот Здание И Это В свое Время Была Мельница Это Сергей Проводник Нам Говорит Что Была Мельница Но Здесь Тоже Очень Удручающим Таком Состоянии Все Поломано Все Завалено Как тут Что Искать Не Пойми Я Даже Не знаю Что Это За Мельница Была Удина Что Потому Что С Этой Стороны Вот Такие Вот Еще Стоят Быки Это Уже Современная А Там Вот Старая Еще Здесь Все Заболотилось Не знаю Как Получится Сейчас Здесь Вместе С Ребятами Покопаем Не знаю Не знаю Ладно Находки Будут Покажем И так Возвращаемся Ребят Мы Домой Горе Не хлебавшись С монетами Нас Тяжеловато Но Я Еще Буду Заканчивать Чуть Позже Проезжаем Мимо Такого Дома Который Зад Меня И Думаем Зайти Посмотреть Потому Что Он Брошенный Хозяин Мы Глянем Пообщаемся Может Быть Если Есть У него Огород То Зайдем В Огород Домик У нас Вот Такого Вот Характера Довольно Таки Старый Имеется Декоративная Такая Деревянная Резьба В принципе Старый Красивый Дом Но Уже Брошенный Неухоженный Вот В таких Домах У нас Раньше Жили Это Примерно Дом 19 Век Вот Такой Красивый Зачетный Домик Сейчас Мы Пойдем Посмотрим Как Живет Хозяин Если Что Зайдем Посмотрим Продолжение следует